доброе утро ой девчонки не сохранился вчера ни один эфир ночью опять удалили stories с марафоном за полцены я уже не знаю каким не образом сохранять stories сохранять посты сохранять эфиры я не знала что мне нужно сделать чтобы их не удаляли какие-то бездушные твари это делают то есть есть специальные люди группа людей которые жалуются всем скопом на мои публикации и тем самым их удаляются носят instagram не проверяет насколько правдоподобная информация очень много постов stories со сценами насилия с порно сценами и ничего нормально ничего там не сносят все стоит все смотрится все прекрасно у меня пост простой пост простой stories только слово пол слова о марафоне сразу его удаляют все а если удаляют пост затем stories и в течение суток у меня удалили два поста и три stories разумеется буду находиться в теневом бане не знаю сколько я так понимаю что я еще и stories не могу подгрузить я ночью загружала stories с опросом ну как всегда мой любимый задай мне вопрос я не смогла его утром увидеть его не прогрузили несколько раз загружала то есть возможно у меня даже забрали такую способность инстаграма загружать stories сейчас посмотрим а на кого жаловаться на кого на них я даже не знаю на кого жаловаться если честно делают это однозначно конкуренты потому что как только инфа о марафоне сразу кто-то рисуется пол марафона за пол цены поэтому буду в эфирах собирать людей на марафоны пол марафона за пол цены у вас есть еще сутки чтобы присоединиться 500 рублей вместо тысячи три победителя получают по 100 тысяч рублей каждый как принять участие пишите ватсап вот сюда одно слово участвую после эфира если я его сохраню и получится мне его сохранить я смогу вас добавить в свой марафон доброе утро в общем вчера были у меня два эфира на тему к вида на тему анализов которые сдавала кровь на тему моего кт на легкие вот и я не смогла вчера сохранить ни один и другой эфир второе не смогла сам первый вылетел а второй не смогла здравствуйте да про мотанку а что рассказать вам вот а второй эфир я не смогла сохранить потому что у меня параллельно был заблокирован пост его снесли и я не могла вообще ничего сделать со своим инстаграм вот так я как бы вела эфир все и вышла и до свидос на надо было нажать что да я с вами соглашаюсь удаляйте мой пост причем там какой-то древний месяц и больше уже даже прошло про гормоны щитовидки ничего не знаю знаю что у нас у каждой второй женщины после 40 проблемы с щитовидкой вот вы знаете я с вами полностью согласна лучше бы продумали программу когда блокируют людей которые жалуются вот именно реально это было бы классно хоть и унылого говна было бы меньше потому что это невозможно уныло говно на унылом говне сидит унылым говном погоняет привет город апатиты или апатиты не знаю как правильно если что спасибо да девчонки марафон вообще крутой на самом деле таких низких цен с такими крутыми призами нигде нет поэтому собственно все пуканы начинают подрывать конкуренты добрый день я так еле-еле собрала там 1600 человек всегда было 5000 7000 еле-еле собрала 1600 потому что у меня постоянно сносят посты сносят stories то есть сносят все что касается марафона проверили недавно витамин d недостаток тапли пьете насколько я поняла смотрела когда эфир доктора которого рекламе рекомендовала вам сама котик хорошо сидит на балкончике греется на солнышке сегодня очень тепло на улице вот я так поняла что 99 и 9 процентов действительно испытываю дефицит витамина d поэтому ничего удивительного каждый первый кто пойдет сдавать будет дефицит витамина d антибиотики какие пила а макси клав я уже сегодня последнюю таблетку выпила все наконец-таки закончила курс а то у меня уже но если чувствую по не мере хорошо вот а макси клав 850 дозировка вот этот а макси клав пила аспиренция половинку для носа чтобы обоняние вернуть дезринит сумма мед только здесь написано 250 по 2 таблетки пила сумма мед 500 один раз в день магний b6 все вот эти вот препараты у меня йога будет через 40 минут до так что с вами поболтаем есть время поболтать с вами призвать вас к марафону сразу уколы делайте эффективнее но может уколы кто-то не за так уже на поправочку девчат уже сегодня вечером схожу к терапевту послушает посмотрит вот и собственно я надеюсь даст правку о том что я не могу явиться на суд чтобы перенести уже не 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 мчать чтобы я могла еще несколько дневного российский побыть доброе доброе утро добрая в общем девчонки вот так меня со всех сторон атаковали не дают ни пост поставить не stories залить ничего не могу сделать со своим и со своим стой про анализ сейчас я вам зачитаю я вчера читала то просто не прокат и сейчас расскажу что у меня и про анализ так про анализ что я вчера получила секундочку что мне там написали что-то там отрицательный результат что-то там пограничный что-то положительный исследование выполнила выполнено на тест-системах таких-то таких-то то системы название там систем выявление антител класса джем может быть как признаком текущего или недавно перенесенного заболевания так и проявление специфической реакции иммунитета связи с другими заболеваниями при отсутствии симптомов целесообразно провести повторный тест на антитела через три недели заключение такое что есть нет возможно вы болеете или вы болели вот но если у вас симптомов так и не появится каких-то там новых видать среду себя тренинг молодцы то сделайте повторный развод чистой воды на деньги у всех у детей отрицательный всех анализ заключение к т.к. картина полисегментарных и инфильтративных изменений легких по типу матового стекла соответствует двусторонний полисегментарные интер там чего-то то пневмонии вероятной вирусной инфекции с процента поражения легких 15 процентов все пока ты легкие к видна инфекция по крови ничего не понятно вот поэтому собственно говоря пролечилась чувствую себя великолепно и ну не на сто процента великолепная кардио тренировки пока не могу вести в любом случае вот надеюсь что после выходных уже смогу бегать прыгать и жить в том режиме в котором я привыкла как бы да и как бы нет да абсолютно верно и вот так вот зарабатывают на всех на нас на лохах белла хая жизнь плоха в россии все лохи понимаете потому что все бегут все несут деньги последние но я понимаю что у меня там не последние если все вместе взять тысяч 15 подала за детей за себя за кт девчонки чем лечилась как при пневмонии амоксиклавом и суммамедом вот добавила еще в свой хим рацион магний b6 аспирин собственно и капли в нос а про задай вопрос появилась да это я сегодня вот запись хотя ночью я тоже загружала это что там девчонки все спокойной ночи буду отдыхать утром стану вам отвечу на ваши вопросы смотрю в столе в stories а его нет представляете причем ночью в она была загружена я не знаю что у меня инстинкт добрый день так что солнышке не знаю сохранится этот эфир или нет смогу ли я сделать вам еще пост или истории с марафоном пишите лучше сейчас я хочу попробовать да немного отрастить волосы посмотрю насколько меня хватит вот но я не знаю пальцем закрыла извините девчат не не знаю насколько надолго мне хватит отращивать волосы но я все равно приду к тому что опять побреюсь то так просто поменять картинку в инсте короче до обоняние пропадала полностью на сто процентов я абсолютно не чувствовала запахов никаких четыре дня я бы я жила без запаха на самом деле очень тяжело знаете на что обратила внимание даже если не дай бог вот хлеб там горит в хлебнице ну слишком большую поставили температуру дети время режим другой поставили а я не чувствую запаха то есть блин горит начнешь ты даже не поймешь потому что запаха нет совершенно нет никакого запаха сейчас потихонечку возвращается да где же я лысого правильно девчонки говорят лохматая уже видели да просто плюшевая доброе утро девчонки у меня только сутки когда можно присоединиться к марафону полце пол марафона за пол цены муж называет такую свою прическу пеньки ну где ж тут пеньки то тут чужой это уже лес густой это уже прямо их спасибо а мы до сих пор не поймем корона это или не корона по легким корона по крови написано что да нет может быть нет косички пока не хочу нет ну сколько я с ними долго проходила больше чем полгода при этом нет нет я не увеличивала губой это маска фильтр я сразу так и говорю что это фильтр такие были губы такие остались я по одной таблетке пью вообще как по хорошему магний b6 по две таблетки надо но дело в том что я четыре раза в год пропиваю магний у меня нет такого недостатка магния там или витамина b как у многих кто пренебрегает этим я же ввиду тренировки кардио тренировки чтобы мое сердце совсем не ошалела потому что темп высокий я всегда пропиваю магний b6 несколько раз в год это еще мой хороший друг кардиохирург посоветовал я говорю слушай это сколько лет пять назад наверное пожаловалась или шесть даже я говорю пульс вот бывает периодически тахикардия он горит ну так иногда же надо пить магний b6 хотя бы пару раз в год я его услышала я забыла что такое тахикардия как экраны качать берете встает на ступеньку если нет ступеньки то от пола но лучше на ступеньку кстати на ступеньку и пружините вверх-вниз вверх-вниз и тогда вас будут максимально на пределе работать икры новороссийск новороссийске еще не переехала планирую развелась и зимой еще девчонки официально получила развод ой так мне валера там перлы вообще вид выдает начал писать он вспомнил что он мне не выплачивает эти самые проценты с моих денег вот говорит что ж ты так типа не спрашиваешь я говорю так ты мне четко дал понять что я могу и про деньги про проценты забыть ну типа я это там передам передал короче говоря 140 тысяч еще столько же должен а про сейчас подождите вы сейчас просто угорите а насчет детей я пока ничего передавать не буду детям потому что ты подала на алименты die party вообще детей у меня забрала на лименты подала игры подожди подожди короче что значит я подала на элемент я на элементы говорю я дав августе подала но когда ты детям год денег не давал disbelief это во-первых во во-вторых что такое детей забрала тоже не понялаяд угро просто на развод подала чистый развод без раздела имущества, без определения места жительства детей. Эти иски твои были, не мои. Мое дело только защищаться. Ты, говорю, подаешь, а я защищаюсь. Все, все, что я могу сделать. Оставил бы как оно есть, возможно, дети сами бы эти мосты навели. Но после таких действий, когда мужчина что делает? Он просто через силу хочет забрать, через суд хочет забрать у матери детей, потом удивляется, что дети его игнорируют. Вот это вообще чудеса чудесные. Я говорю, подожди, вообще-то я иски не подавала на раздел имущества и определения места жительства детей. Я и в суток, когда я развелась, и подала на развод, чистый развод, все, без ничего. Тупо без ничего, без алиментов, без раздела имущества, без определения места жительства детей. Просто тупо, чтобы нас, как мужчину и женщину, развели, что мы уже не муж и жена, все, больше ничего мне не надо было. Все иски он сам подает. А я просто тупо отбиваюсь от них. Чем я занимаюсь весь год, это тупо отбиваюсь от этих исков. Все. Мне оно прикольно? Нет, конечно. Тоже я каждый раз трачу на это деньги, время трачу. Детей тащу. Мне только Иру привезти из Новороссийска, она обязана была быть в прошлом, на прошлом судебном заседании обязана была быть все дети. Вот. И ей пришлось из Новороссийска ее везти в Москву, потом из Москвы билет покупать, чтобы она обратно в Новороссийск вернулась на учебу, пропустив еще три дня учебы. Ему-то оно похеру просто вот посрать вот так вот на детей ему. Но вот не будет он мне помогать финансово, потому что я подала на алименты. Ну и у меня же так же, из той же вредности, что и он. Ну да, он, видимо, забыл, что он вообще эти иски подавал. То ли ему там какие-то умные люди накуковали, что нужно эти иски составить на меня и подать. Я не знаю, чем он мотивировался и какими мозгами он там своими думал, понятия не имею. Но предъявил, что я забрала детей. При этом надо понимать, что суд, вот 28-го должен быть суд, как раз уже с заключением по детям и продолжение всей катавасии по недвижимости. При волне вируса температура обязательно, ну, невысокая, да, температура может быть, но не у всех. Некоторые вообще без симптома болеют. Несопление, кашля, анализ дали, бац, у них там ковид оказывается. Конечно, в чувство вины загоняет. Кого? Меня, да? Ну да, боняние криво вернулось. Оно не тухло, оно криво вернулось. Духи, например, для меня все стали одинакового аромата. Спирт с чем-то. Все. То есть я их практически не отличаю, они для меня все стали одинаковыми. Нет, детей уже не придется вести, слава богу, у меня дочка спокойно будет продолжать учиться. Ну, вообще-то, ну, странная история, если честно. Сам подал, я вам серьезно, если вы, просто на этом телефоне, даже частично не могу зачитать, вы похренели, такое ощущение, как будто это я иски подавала. Что-то я все сделала. А дети с матерью не пойми какой. Он так и написал. Или типа, сама знаешь какой. Сам накосячил, мать у него какая. Охренеть. Была бы мать хреновая, они бы бежали к папе. Только я с раным веником их не могу отправить к папе. Я уже Юру прошу, упрашиваю, Юр. Говорю, ну, пожалуйста, ты будешь там в гостях у Маруси, заедь к папе. А что мне там делать? Я просто упрашиваю. Иру бессмысленно просить. Она его прям всем сердцем ненавидит. Ну и то я говорю, дочь, ну хоть как-то там, ну, хоть там напиши, не знаю. Я с этим человеком разговаривать не хочу. Она его так называет отца своего. Этот человек. Вот. И Юра вообще тоже, даже из-под палки не ходит. Никак. А все, что я должна? Поводок на дети и силы оттащить их к папе? Я что-то не пойму. Я уже и так пробовала. Исяк, ну, пожалуйста, ну, внимание там уделите. Не, ни в какую. А потом будет говорить, что я детей не пускаю. Понимаете? Конечно, Ира знает причину развода. И Юра знает. Вера только не знает. Я мужа, который оставил меня и детей, прошу на развод подать, чтобы сам все ему не... А все ему не до этого. Знаете, что ему этого не надо. Идиотизм крепчает по-любому. Ну, конечно, Вера сама не поедет. Это во-первых. Во-вторых, я ее саму и не отправлю никуда. Потому что я помню, перед Бали я отправляла их на неделю, на каникулы Юру и Веру. Я их еле забрала от него. Эйч, эйч, этот самый, если фильтровать не будешь базар, я удалю и заблокирую. Предупредила. Это предупреждение было. Я в Новороссийске родилась. Это мой родной город. Поэтому здесь. Здесь море, здесь горы, здесь папа, здесь Иришка учится в колледже. Здесь много друзей, подруг. То есть это не город, куда приехала и все с чистого листа начинать. А здесь, ну, целая история. Здесь все детство провела. Спасибо. Я купила здесь дом на берегу моря. Прямо вот пять минут мне до берега идти, до моря. Муж переписывается с другой, как реагировать? А вы любите своего мужа? Нет, Вера тут в садик не ходит. Я своих троих уже шесть лет так не могу говорить к отцу на день. Это бесполезно. Ну, конечно. Ну, вот я их год-год прошу там. Юра на полчасика съездил недавно и все. За телефоном больше. За подарком на день рождения. А так я не могу никого заставить к ним. И причем, ну, это взрослые дети. Это не маленькие там груднички, где папы-герои могут воровать детей, на нянек потом скидывать и кричать, какая мать, тварь, кукушка, ребенка бросила. Здесь-то дети осознанные. Они взрослые. Они сами знают, что им нужно. Они сами разговаривают, сами решают, сами едут или не едут. Это не маленькие там пупсики, которые на руках совсем там носят их, и они без мнения живут. Понимаете? Это взрослые люди. Как можно было вообще догадаться, подавать на определение места жительства детей, когда это личности, это взрослые люди. Причем в суде я вообще отвернулась от детей, когда судья разговаривала с детьми. Я смотрела в окно. Чтоб, не дай бог, никто не сказал, что у меня был контакт детей, и я манипулировала ими через взгляд. Я вообще отвернулась. Думаю, сами пусть разговаривают, взрослые люди, сами договорятся. Все. Нету детей, не подтвердили. А французский, который магний Б6? Я не знаю, есть ли кто у мужа, нет, я не интересуюсь. У меня, если честно, настолько по барабану, что у него в жизни происходит, и второе, это некогда даже за этим как-то следить, там, думать об этом. Он везде, конечно, свой нос засовывает, везде, где можно. В инсте у него там доносчиков столько, о, я вас умоляю. Да не дает, конечно, девчат. На Масхаке живу. Пытаюсь разуметь с детьми общаться. Две девочки, десять и пять. Они бы сами с удовольствием. Отец не хочет, уже месяц не общается, не помогает. Но, видите, он сам не хочет. Ну и не хочет, и не хочет, и ладно. Зачем заставлять, девчонки? Ну что он, вот только на минутку представьте. Папа приехал, решил с дочками пообщаться. И что, он сел и будет с ними о чем говорить? О новых трендах, как там правильно краситься? О мальчиках, вот, десять лет, да, уже наверняка интересуется противоположным полом. О чем он будет, мужик, разговаривать с девчонками, с двумя маленькими? Одна малолетняя, вторая подросток. Вот о чем? Я сама даже не представляю. Да у него гордость, вы чего? Он даже не бросил, у него гордость, он не может с ними контакт найти и считает, что это я виновата, понимаете? Через Юру с Верой общается. Юр, там когда Вера будет рядом, позвони, чтобы я пообщался. Мне не напишет, Марь, там Верочка будет рядом, набери, я хочу с ней поговорить. Я что, не дам, что ли? Она точно так же при мне с ним разговаривала по телефону. И тоже разговор такой был односложный. У Веры день рождения в декабре. Две недели назад они разговаривали. Верочка, у тебя там скоро день рождения, что подарить? Что? День рождения скоро? Что подарить? Вот, собственно, вот это воспитание папы. Что купить, что подарить? Она говорит, папа, у меня до дня рождения еще далеко. У меня, говорит, в декабре день рождения. Не, ну все равно ты скажи, что тебе подарить. Она говорит, ну мягкую игрушку какую-нибудь. Ну, Вера у меня такая не этот, не разбалованная просто девочка. Это Юра сразу, давай мне там айфон последний, еще что-нибудь. Выуживай там компьютер, новую клавиатуру, предвов. А Вера, она у меня очень скромная дама. Говорит, а игрушку какую-нибудь плюшевую. Сейчас, подождите на минуточку, чтобы вы понимали. Сижу сама, закопалась в этих игрушках. Игрушку какую-нибудь. Все? Все. Ну, давай пока. Юрмала, привет. Он их любит, конечно, не по-своему, ну, или даже, наверное, это слово правильно, по-своему их любит, да. Вот. С Юрой иногда общается как-то там по телефону. Ира его заблокировала и не хочет. Юрику 13 лет, старшей дочери 15, 16-й год. Верочке будет 7 в декабре. Ну, это уже все дети взрослые. Да где ж они уставшие? Только проснулась и прекрасно себя чувствую. Я бы сказала, в глазах разочарование. Меня Инстаграм разочаровывает. Снесли за сутки два поста, два сториз. А всего лишь из-за того, что там информация о моем марафоне, Вов. Поэтому и разочарована я. Губки мне делала Алсу. Я вот, собственно, и отращиваю сейчас. Посмотрим, насколько мне хватит их отрастить. Вы, разумеется, все будете видеть. Через 20 минут у меня йога будет в клубе, в марафоне. Нет, у Веры есть телефон? Huawei. Да, я в бане, девчонки. Опять в банк, потому что мне за сутки снесли два поста и три или четыре сториз. Вот так меня любят мои конкуренты. Всем привет, да, кто только присоединился. Как поднять настроение? Не знаю. Лучше его не терять. Ну, а что вам, вот для счастья, что вам надо? Вы же определитесь. Вы хотя бы на бумажке напишите, что вам для счастья нужно, что вам поднимает настроение. Хорошо самочувствие? В Москве тоже живу, но я в Москве планирую до Нового года, а после Нового года уже сюда перебраться. Не знаю, что надо сделать. Солнышки, дело в том, что это есть какая-то группа людей, которые просто кидают жалобы на мои посты, на мои сториз и их сносят. Все. Вот столько моих хейтеров. Их много. Хотя я, клянусь, я не понимаю, чем я так людям насолила. Но, видимо, сильно раздражаю. Какая-то баба там, знаете, вещает правду. Конечно, я сильно могу раздражать людей. Кому понравится, правду слушать. Ну вот, выхожу в эфир, да. почаще в эфир буду. Выхожу, выхожу. Да, анализы пришли, я сохраню этот эфир и посмотрите. Вначале я там их читала. И анализы, и КТ свое читала. Спасибо. А я не знаю, как он называется, этот фильтр. Так я бы знала, кто из конкурентов. И сейчас же, ну, марафонов много кто делает. Я вообще периодически попадаю в теневой уже на протяжении четырех лет. Вот сколько я делаю свои марафоны, столько лет я попадаю в теневой бан. Как пережить разрыв с молодым человеком? Ой, да никак, страдайте. В принципе, время лечит. Смотрите, я думаю, что лет 70 вам когда будет, уже жопка будет вялая, сиськи на коленках, седина на голове. Вы, в принципе, уже станете женщиной, которая, ну, даже сами себя не хотите в зеркало посмотреть, скажете, ой, там уже возраст. И все, и время вылечит. Ну, правда, будет поздно уже новые отношения строить, там про любовь какую-то говорите, но за то время вылечит. До 80 потерпите, до 70. А там все хорошо будет. Там будут другие проблемы. Там как бы коленочки вылечить, подорожник, там лопух приложить. Как бы в туалет сходить хорошо, вот, запор недельный и все такое. Ну, понимаете, да, давление, там спина, там другие заботы будут, вам там уже недолюбимого будет. Ну, правильно, девчонки, правильно, да? Время же лечит. 80 всех нас вылечит. Будут другие заботы. окончательно планирую к Новому году переехать. У меня здесь работы много. Калия, магния не хватает. Да я не думаю, что Букина, господи, это несчастное там шалить еще будет. когда можно делать йогу для начинающих после операции по удалению грыжи. Йога для беременных вам подходит уже через месяц 100%. Йога для беременных, йога для начинающих. Но не больше. Вечером, а не ночью. Что вечером, а не ночью? Ага. Да, я думаю, что не из-за того, что я без комплексов, а из-за того, что люди не умеют, не хотят правду слышать. Кто-то видит постоянно какую-то ложь. У кого-то прослеживается маниакальность. Прям люди сидят и каждое слово слушают. Не вместе текст и смысл, а каждое слово слушают. И где бы меня на чем подловить? А подловить не удается. Почему? Потому что, когда я пишу текст или когда я разговариваю, я до того, как открыть рот, я думаю, если я вдруг накосячила, что-то не то сказала, я максимально быстро извинюсь. Максимально быстро скажу, да, извините, лоханулась. Что-то как вчера про температуру, ой, про пульс. Помните, я говорю, 160 нормально пульс. Я имела в виду 60 и при этом я сказала 160. Я говорю, извините, лоханулась, да, ну, в спокойном состоянии. Ну, бывает. И людей, конечно, это бесит. И раздражает, что другие могут. И ашизоидов сколько? Особенно осень. По осени-то шизофреники вообще конкретно просыпаются. Через месяц коллаген. Принимайте коллаген, через месяц результат увидите, это точно. 80 все будут здоровы. Однозначно. Сколько бы время не лечила, а, не лечила, не вылечит. Проще забить и жить. Да, так я поэтому и сказала, что ждите до 70-80. Там, когда другие проблемы начнутся, ты забудешь о том, что там любимый от тебя ушел, еще какие-то пиздестрадания. Я, если честно, девчат, я не, ну, не могу сказать, что прям холодный человек, но поболело день-два, да, я имею в виду, что отношения касаются, там, любимый ушел. И все. Радуйся, что он сейчас ушел. Радуйся, что вы с ним еще дров не наломали. Там семья, дети, а потом что у вас будет? Он бросил меня с детьми или еще что-то, да, у него оказывается другая семья. Да радуйся, что это мурло от тебя ушло само. Просто Бог отвел. Все. Иди налезь и без стакана вина и отметь ты этот праздник. У нас вот это принято прям. Девчонки прям вцепятся в какого-нибудь, ну, в член. Все, в член. Она познала прелесть постели с этим мужчиной и все. И у нее прям башню рвет. Башню рвет так, что коленки дрожат, мозг не соображает. Ну, это трындец, девчонки, ну, правда. Себя теряйте, вы свою жизнь просто похерите так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Если бы у меня совсем плохое зрение было, я бы его откорректировала. Но у меня не прогрессирует ни в какую сторону, поэтому я, собственно, хожу в очках. Я уже настолько к ним привыкла, что для меня это уже как имидж. Пожалуйста, удали Инстаграм. Ты свою жизнь удали. И не позорь меня. Томми, кто-то там. Вы, блядь, как клички попридумываете, я вот, честно, даже прочитать их не могу. Рост у меня 162, вес у меня 56 где-то сейчас. А то приходят, да, вот эти обесенщики, пришел. Удали Инстаграм, не позорь. Кого не позорь? Тебя не позорь? Себя не позорь? А я сама собой комфортно живу, между прочим. Мне офигенно сама собой. Девчонки, так у нас границы закрыты, и мы не можем по Европе пока путешествовать. дать я вообще заблокирую вон то чудо. А тот благодаря вот таким вот... Чего мой ангел? Ну, рассказывай. Ну, что ты такая хитрая? Ты хитруша какая-то у меня. Чего ты... Чего ты... Руки холодные такие. Все, зайка, дай доведу эфир, и у меня скоро йога будет. Дать я сейчас то заблокирую. Не знаю, он, она, оно, кто это? Хеля-три-ген. Зачем мне... Вот идет эфир, кто-то мне названивает. Зачем мне это делать? Угу. Вот так. Скрыть. Просто буду вещадно всех блокировать, и, возможно, избавлюсь так от хейтеров. Хотя они плодят страницы безбожно. Спасибо. Да. Да, солнышко мое тоже в тельнике. Это детская тельняшка. Да, Юра хочет переехать тоже. А Юра очень быстро друзей находит. Ему проблем не составит. И Иришка уже тут обросла новыми знакомыми, друзьями. 40 недель, как уже родить? Да отдыхайте еще. Есть время же отдохнуть еще несколько дней. 40 недель это вам поставили, а сами-то как вы чувствуете? Женщина обычно лучше чувствует, сколько у нее недель. Нет, не скажу я вам причину. Я с удовольствием. Я вообще планировала в этом году Германию. Не Германию, а в Германию обязательно пойду. Я хотела на машине проехать Италию, Германию, Швецию. Ой, Швейцарию. И обязательно, ну, как границы откроют, я осуществлю свой план, банан. И еще планировала попасть в Шотландию, попить настоящие шотландские виски, проехаться по замкам Шотландии, Британии, и отведать вкусные виски. Виски-кола, Вера, поют. Вот, девчонки, я сохраняю эфир, буду готовиться к йоге. Напоминаю, что, ну, стоит жилье, что плачу коммуналку, что жилье стоит. Напоминаю, что вход в марафон, полмарафона за полцены 500 рублей в течение суток. Я добавляю, у вас есть только одни сутки возможность зайти в мой марафон. Три победителя, покажите просто хороший результат, и три победителя получают по 100 тысяч рублей. Все, все, что нужно сделать. Питание там есть, ежедневные тренировки есть, йога ежедневная есть, два раза в неделю тверкс, три пластика. Пишите в WhatsApp одно слово «участвую» и принимайте участие. 500 рублей стоит вход. Все, не пожалеете. Я вас люблю, целую, буду готовиться к йоге. Сейчас здесь напишу про марафон.